Сотрудничество с Китаем приобретает реальное очертание. Не так давно вернулись из Поднебесной председатель кабинета министров Чувашии Иван Маторин и министр экономического развития Владимир Аврелькин. Напомним, в составе делегации Приволжского федерального округа они побывали в провинции Сычуань. А теперь делегация Китая приехала к нам, чтобы обсудить строительство нового сельскохозяйственного комплекса агропарка. Китай становится ближе. В формате Волга-Янзы регионы ПФО и провинции на реке Янзы в Китае ведут переговоры о возможных инвестиционных проектах. В этом году республика заключила взаимовыгодное соглашение о строительстве большого агропарка на территории Канажского района. В течение трех лет Китай инвестирует в Чувашию 270 миллионов долларов США. Солидные вливания иностранного партнера, несомненно, пойдут на пользу экономике Чувашии. Сейчас в стадии разрешения вопросы юридического характера. Мы хотим, конечно, как можно побыстрее получить все разрешения. А после этого уже очень быстро развиваем. Если в этом году получили разрешение, то мы активно приготовим к этому. И у нас обидно, в составе агропарка уже обидно. Мы можем круглый год работать. Еще одна общая тема – строительство высокоскоростной магистрали. Потенциальный инвестор – тоже Китай. 120 километров высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань пройдет на территории Чувашии. Перспектива вообще прекрасная, благоприятная и много будет интересного. Светлое будущее, по тем проектам, которые мы намерены сотрудничать на взаимовыгодной основе, есть. Будут созданы высокотехнологичные, высокопроизводительные рабочие места с достойным уровнем заработной платы. Уже открылась канцелярия агропарка Чувашия-Сычуань. А это значит, что проект стартовал. И в скором времени, обещает китайская страна, мы увидим плоды чувашско-китайского сотрудничества. Екатерина Куприна, Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.